Ирбитский драматический театр Искушенная московская публика, измученная современной режиссурой, уже соскучилась по русской классике. Быть может, это и стало частью того успеха, с которым спектакль Ирбитской драмы прошел в Москве. Хотя сами актеры театра говорят, зрителей, собравшихся в этот день в зале, с первого взгляда назвать столичным достаточно сложно. Зритель просто был другой. Я не скажу, что это вот прям московский зритель. Может быть, если бы мы там играли недели две, три, каждый день по два спектакля, может быть, тогда бы я какой-то вывод сделал, что вот это московский зритель, а так были обычные люди, обычный зритель. Однако не только классическая пьеса в классическом прочтении стала залогом успеха. Игра актеров, их погружение в образ вызвали у зрителей неподдельные эмоции, которые еще и сдержать оказалось очень сложно. И в спектакле «Поздняя любовь» есть такой кусочек, такой для моей героини, самый такой сложный, наверное, когда она сжигает письмо желанное, полученное, ее отталкивают, она падает в истерике, у нее хохот, ее разрывается. Я перехожу в монолог и просто слышу из зала, как люди начинают говорить «тварь». И это не один человек, это просто так точно «тварь», 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 «тварь». Я на самом деле не понимала, я слышала отдаленно, что где-то там люди скандируют слово «тварь». Но я подумала, что это просто в моей голове, ну так сложилось. В итоге партнер, мы потом вышли уже после спектакля, мне партнер, он говорит, Ксюха, ты как? Он говорит, у тебя все хорошо, он говорит, просто реакция зала какая-то была нездоровая, он говорит, я стояла и очень переживала за тебя. Ну а после спектакля актеры услышали в свой адрес много теплых слов. Зрители, а в их числе актеры, режиссеры и критики, высоко оценили и талант исполнителей, и режиссерский замысел, и спектакль в целом. Сегодня я увидел замечательный спектакль, потрясающий. Ребята, я сначала так, знаете, я, если хорошо знаю, я так думаю, ну, и печаль, правильно я это называю? Да. Вот. И вдруг меня так потихонечку, потихонечку, и так, и я вдруг забыл, что я знаю пьесу. Я думаю, чем дело-то закончилось? Вот. И я очень рад, что я побывал. Это достойный московский сцент. Ну и еще для актеров театра эта поездка стала не просто возможностью представить свою работу в Москве. Ведь, по их словам, опыт, приобретенный за несколько дней этой творческой командировки, дорогого стоит. Ну, лично я вынесла новое именно что-то, такую внутреннюю напряженность какую-то, которая, в принципе, на нашей сцене, она была, но она была не настолько оголена, как получилось в Москве. И очень здорово, если у меня получится вот этот нерв оголенный сохранить, как-то так, сохранить у себя, который я могу еще дальше использовать. Я надеюсь, что поездки в столицу должны и обязаны влиять на нашу работу дома. Это необходимо нам запоминать и знать, что мы есть, что мы крутые, что мы лучшие и что нам все по плечу. Спасибо.